Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В нашей прошлой передаче мы начали очень интересный, ну и, как все интересно, очень сложный разговор о человеческой личности. На самом деле мы движемся, если рассмотреть цикл наших встреч как некий путь, мы движемся в сторону к личности Бога. Это очень сложный вопрос, об который спотыкались и спотыкаются ныне и философы, и богословы о том, как понимать внутри троичные отношения, как вообще понимать, что Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – Дух Святой. К этому мы только движемся, и движемся через понимание для начала личности человеческой. И вновь сегодня в нашей студии гость – философ и психолог Георгий Смирнов. Здравствуйте, Георгий! В прошлой нашей передаче мы с вами поговорили о, ну, в общем, да, то есть какие-то общие понятия личности дали. Мы наметили границу отличия между индивидуализмом, индивидуумом и личностью. Сегодня мы запланировали разговор о границах личности, ну или, если можно говорить о некой апофатике, да, то есть что не является личностью, что автоматически попадает в разряд индивидуализма, персонализации некой, вот в отрицательном значении этого термина, да, потому что тот мир, в котором мы сейчас живем, он абсолютно персонифицированный. Вот, все обслуживает меня, мою персону, вот, некоторые говорят, что мою личность. Ну, мы уже определили, что когда подразумевают они в таком контексте слово «личность», вот, то они подразумевают в большей степени индивидуальность мою, да, мой индивид обслуживает, да. Более того, мы доходим, если говорить о церкви, да, и о, говорить непосредственно о близких к вере вещах, то мы видим, что у современного христианина есть стремление к абсолютно персонифицированному Богу, персональный Иисус, вот, персональный Бог, к которому я прихожу персонально, и, скорее всего, в этом и таится та степень, может быть, некоторой агрессивности в церкви, да, когда люди стремятся локтями растолкать друг друга на пути к святой воде, к причастию, к исповеди, когда они недовольны тем, что здесь стоят другие люди, да, потому что есть где-то вот на этой глубине ощущение, что я личность, я индивид, я персона, и Бог персона, никто в этом не сомневается, но и наши отношения вот здесь и сейчас, они более важные, чем встреча некого целостного организма с его главой. Вот, и еще раз подчеркну, именно по этой причине мы говорим о том, что разговор о личности и о ее понимании крайне важен. Вот давайте мы сегодня начнем с такого простого вопроса, и постепенно, я надеюсь, что ваш рассказ, ваш ответ, он приведет нас к пониманию границ личности. Вот тот вопрос, который я хотел задать в прошлой передаче, но не успел. Рождается человек, вот ребенок, например, сейчас мы знаем огромное количество движений против абортов и так далее, и в частности, один из аргументов этих противоабортных движений, что это уже личность. Безусловно. Вот. Так вот вопрос, рождается ребенок, он уже личность или личностью ему нужно стать? Или тогда мы говорим о неких двух личностях, да, то есть вот то, о чем мы начали говорить в прошлой передаче, что человеками мы вроде являемся, но человеками мы должны стать. И вот тогда в каком направлении нужно двигаться, чтобы обрести личность, чтобы стать именно вот тем несравненным? Человек не только личность, когда рождается, уже в утробе матери он личность. И это понятно. Но как личность при этом человеку нужно состояться. Человек не застывшее существо. Каждый человек находится в становлении. Это, кстати, одна из характеристик личности. Личность — понятие динамическое, динамичное. Личность — это состояние становления, потому что личность, мы говорили, что это образ Божий в человеке, и образ Божий, он обращен к своему первообразу, поскольку он образ. Кстати, нужно сказать, что это касается не только формально верующих людей. Что такое обращенность человека к Богу? Она начинается даже не с того, что человек в храм идет, и даже не с того, что он поверил в Бога. Вы знаете, многие атеисты, да, наверное, почти что большинство, в той или иной степени, сами того не желая, они к Богу, на Бога отзываются. Когда они отзываются на красоту, когда они отзываются на какую-то правду, когда они откликаются на какое-то добро. Вот все эти вещи, они уже подразумевают Бога, но они не называют его Богом. Поскольку человек к этим вещам обращен, художник к красоте, ученый к истине, любой человек к добру, насколько он обращен, он уже обращен к Богу. И рано или поздно, это вопрос времени, рано или поздно, идя по этому пути, он будет встречать Бога уже как Бога. Поэтому вот становление начинается у человека, личностное становление начинается по мере его обращенности к Богу. Конечно, когда человек встает на молитву, то это говорит о том, что человек уже сознательно обращается к Богу. Но опять же не факт. Если молитва совершается формально, как вычитать, как просто себе поставить галочку в своему самоуважению, что я духовный, то, возможно, в этой молитве было меньше даже обращенности к Богу, чем у атеиста, когда он просто поступил по совести в какой-то ситуации, откликнулся на голос совести, даже не зная, что это голос Божий в нем. Поэтому вот человека нельзя вот так вот очень формально судить. Пошел в храм верующий, не пошел, совершенно у него нет. Наверное, вообще нет человека, у кого нет никаких отношений с Богом. Да человек с Богом начинает отношения тем просто, что он уже есть. Некоторые люди, может быть, наши телезрители, они смотрят нашу передачу и хотят мысленно спорить, «А есть ли Бог? У меня с ним нет никаких отношений». Да нет, уже есть. Тем, что человек просто существует, он уже вступил в эту взаимосвязь с сущим, который дал начало этому существованию. Но это пока еще у человека неосознанно, но оно есть, эти отношения. И поэтому личность, она, ну, конечно, вот что важно сказать, именно в церкви, в церкви как теле Христовом возникает ситуация, где максимально личностное измерение человека может быть раскрыто. Личность, она возможна только в соборности. Вот если индивидуализм, он противостоит коллективизму, то как раз личность и соборность — это две грани одной медали. Они друг без друга невозможны. Ни соборность невозможна без личностности. Ни личностность невозможна без соборности. И это реализуется на практике максимально, полно, только в церкви как теле Христовом. Вот в деяниях святых апостолов есть очень интересные слова. Когда возникла первая церковь, ну, собственно, церковь возникла, когда она есть и первая, и последняя, она та церковь, которая существует до сих пор. Там такие слова. И у всех верующих была одна душа, и было всеобщее, и они ничто, внимание, не называли своим. У них было свое имущество, конечно же, но они его не считали своим. Вот удивительно, что люди без всякого определения личности, без всяких философских идей о личности, простые люди, они вошли в это измерение жизни, новой жизни во Христе и в церкви, где они переступили рамки индивида, рамки эгоизма, и научились жить, смогли по благодати Божией жить соборно, как одно целое в любви. Вот любовь — это измерение как раз личности и проявление личности. Мы говорили в прошлой беседе о уникальности личности, о ее несравненности. Вот еще одно качество — это любовь. Любовь мы, опять же, сегодня зачастую понимаем неправильно. Любовь понимается потребительски. А любовь не имеет ничего с потреблением, живя в обществе потребления, мы и любовь уже упаковали вот в эту упаковочку. На самом деле, любовь с этим ничего общего не имеется, потому что любовь — это даяние, любовь — это отдача, отдача себя. И вот удивительно, что человек встречает себя, когда он перестает думать о себе, а думает о ближнем. Настоящего себя встречает человек в акте сострадания, например. Вот. А не когда он на себе сосредоточен. Человек встречает настоящего себя и свои глубины, подлинные основы своего существа. Не когда человек себя утверждает, а когда он себя расточает ради кого-то. Вот эти моменты действительно любви, любви, наверное, можно сказать, божественной. Вот здесь человек и находит, встречает себя. Христос это и говорил. Кто бережет свою душу, тот ее потеряет. Кто потеряет свою душу ради меня, ради меня, тот ее обретает. Мы же идем... Мне нравятся слова в песне Трофимова одной, что я буквально не помню, но он так пел, что я эдакий дурак, примерил жизнь наизнанку. Вот мы примериваем жизнь наизнанку. Мы пытаемся самоутвердиться. Самоутвердиться. Вот это удаление от своего звания человека. Это удаление, казалось бы. И сегодня многие психологические тренинги на что направлены? На самоутверждение человека. И в этом есть правда. Но только в этом самоутверждении это самоутверждение происходит через самоотдачу, а не иначе. Человек действительно находит себя и действительно находит твердое основание в себе, но вот парадоксальным путем. Но вот еще одной сущностной характеристикой личности и в том числе личности Бога, о которой мы будем говорить в следующей нашей передаче, свобода. Да, совершенно верно. И свобода есть и у индивидуума, и свобода есть у индивидуума, который стал личностью. Я так понимаю, что как самоявление, свобода в данной ситуации абсолютно объективное явление. Разница только в пользовании. То, кто пользуется. Вот в чем разница пользования свободой у индивидуума и в чем разница пользования свободой у личности? Ну, я бы даже сказал, что это разные свободы все-таки. Разные свободы. Вообще, вот если мы обратим внимание на историю человечества, люди всегда борются за свободу. Ну, вот мы живем в столетии революции, да, 17-го года. Вот посмотрите, хотели свободы, а пришли к тоталитаризму. И этот урок в истории человечества повторяется снова и снова через все века. И такое ощущение возникает, что мы ничему не учимся из истории. С другой стороны, некоторые скажут, но вот смотрите, есть ведь альтернатива тоталитаризму, есть демократия, есть либерализм. Вот там же человечество в контексте демократии современной, западной и либерализма научилось свободе? Я не уверен. Но какая же свобода, когда человек оказался в контексте общества потребления? Когда человек просто включает телевизор, да, и ему говорят, что желать. Вот. Разве это свобода, когда человек покупает новый айфон, не потому, что он ему функционально нужен для жизни, а просто потому, чтобы поддерживать свой имидж. Ну, например, да, или какую-то другую брендовую вещь. Смотрите, развита свобода, когда, чтобы из нас выкачивать деньги, нами манипулируют нашими желаниями. В такой ситуации в основном мы все находимся. Нам говорят, что хотеть, и мы это покупаем. На завтра нам скажут, что теперь нужно хотеть более лучшую вещь, и мы ее пойдем покупать. Это общество потребления. Это не общество свободы. Потом, как мы еще характеризуем современное общество? Общество, такие мы об этом называем, массовое сознание. Но разве это свобода, когда нам, скажем так, мягко... Это мягкая диктатура. Это мягкий тоталитаризм. Либерализм – это мягкий тоталитаризм. Он опасный тем, что он приходит через свои... Он не навязан внешне. Он как бы приходит через собственные желания человека. Но вот индивид, он поддается этому мягкому тоталитаризму. Тоталитаризму массового сознания, когда ему скажут, во что верить, за что проголосовать, и чего хотеть. То есть, когда человек живет на уровне хлеба и зрелищ. В широком смысле этого слова. Хлеба и зрелищ. Как, собственно, и в древней... На стадии агонии Римской империи было. И когда мы смотрим, что сегодня мы живем под знаменем хлеба и зрелищ, то можно задать вопросом, а не агония ли это современной цивилизации? Но в моменты вот такой агонии как раз, как раз, и можно увидеть что-то здоровое. И человек, он и может встретиться с собой не как с индивидом, а как с личностью. Которая не живет только хлебом и зрелищ, а которая задается смыслами. Кто я? Зачем я? Ну вот такие смыслы. И вот свобода. Вы заговорили о свободе. Вот человек, такое существо... Вот наука изучает мир, да? И все, наука находит во всем законы. Причина следственных связей. Это называют детерминизмом. Человек такой... Человек — это разрыв в причинах следственных связей. Человек — это такая, понимаете, вот в этом мироздании такая вот брешь, где на меня подействовали причины какие-то, но по большому счету никто не знает, какие из меня следствия выйдут. Человек — незапрограммированное существо. Чем более человек-индивид, живет на уровне индивида, тем более он предсказуем психологически, социально и так далее. Чем более человек — личность, тем менее нам известно, попади в эти ситуации, как он себя поведет. Мы не знаем. Потому что в нем причины следственной связи разрываются. В человеке есть пространство свободы, где в человеке рождается из ничего, рождается идея или решение, и оно не обусловлено ничем. Вот, батюшка, я в это глубоко верю, потому что человек — образ Божий. Бог — он радикально свободное существо в самом бесконечном смысле этого слова. Человек, как его образ, в себе имеет такое же измерение. Но как печально, что мы вот на этом измерении не живем. Мы зачастую остаемся на уровне собачек Павлова. Сигнал — слюна, сигнал — слюна. Знаете, а мы-то люди. В нас есть другая жизнь. В нас есть другие глубины. Мы — образ Божий. Знаете, один святой, сейчас не помню, преподобный, не помню его имя, он сказал, его спросили, конечное человек — существо или бесконечное? И он очень мудрый ввести. Он сказал, человек — существо, и не конечное, и не бесконечное. Человек — такое существо, которое может сам решить, быть конечным или быть бесконечным. Вот я сейчас скажу такую вещь интересную. Бог создал человека недоделанным. Когда написано, что мы — образ и подобие Божье, это означает, мы есть образ, а подобие — это не то, что есть, это возможность уподобиться. Некий вектор. Да, это некий вектор. И поэтому, как образ, во мне эта возможность, эта свобода вместе с Богом себя доделать. Доделать себя. То есть, поучаствовать в последнем дне, в акте творения. Мы все участники. В этом, вот когда Бог создал человека, то, собственно, он оставил нам себя доделать. Поэтому человек — существо принципиально свободное. Поэтому никакие оправдания, что виновата была общество, я в таких условиях, у меня такая наследственность. Да, бывает наследственность хуже или лучше. Бывают обстоятельства хуже или лучше. Но все это над всем этим, или наоборот глубже под всем этим, есть то, на что не может ни наследственность повлиять, ни обстоятельства. Это принципиальная свобода внутри каждого человека. И вот, когда человек вот в эту свободу погружается в свою, вот из этой свободы он начинает себя творить вместе с Богом. И как он распорядится этой свободой? Он может раскрыть замысл Бога о себе и уподобляться Христу, или он может направить свою свободу на самоутверждение, на удовлетворение своих потребностей, на использование других людей. Но парадокс в том, что он эту свободу сразу же теряет. Ее нельзя сохранить таким образом. И еще один момент сразу, переходя от свободы, а то сейчас вы скажете, что закончилось. Личность подразумевает не только свободу, еще и взаимоотношения. Личность – это всегда еще кто-то другой. В первую очередь Бог, но также и ближний. Может быть, ближний, а потом Бог, но неважно, в какой последовательности это идет. Но само понятие «образ» подразумевает взаимосвязь к первообразу. И взаимосвязь с другим человеком. Что это значит? Личность – это значит, другого человека я не использую. Вы знаете, мы в своих повседневных взаимоотношениях привыкли на самом деле друг друга использовать. На работе мы пользуемся услугами друг друга. И очень редко у нас получается остановиться и взглянуть на свою жену, на ребенка своего, на своего подчиненного или начальника еще страшнее. Не в плане, а что я от него могу получить? Или как наше взаимоотношение нам обоим выгодно? Даже не так. А посмотреть как на уникальное существо, которое имеет самостоятельно неприходящую ценность. Вы пророчествуете. Потому что время нашей передачи подходит к концу. Мне нужно немножечко резюмировать. Резюмировать. Последний вот ваш тезис про взаимоотношения мне напомнил очень интересную старую добрую историю, притчу, когда два монаха спорили на какой-то богословский догматический вопрос. Ну, что-то там выясняли. И вдруг идет мимо них старец, анахарет, отшельник. И они просят его, как человека мудрого, остаться и разъяснить их спор, кто из них прав, кто не прав. И он сажает их спинами друг к другу и говорит, прав тот, кто помнит, какого цвета глаза у его оппонента. Вот это, наверное, как раз о межличностных отношениях, вот в том числе. Ну и вот на этой ноте мы, наверное, должны сегодня будем расстаться. Напомню, что нас ждет впереди еще одна встреча с Георгием Смирновым, где мы будем уже говорить о троице, о трех личностях в едином Боге. И этот вопрос будет гораздо более сложным и серьезным, чем те, которые были до этого. Так что ждем вас всех у экранов в следующий вторник. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok